Спонтанная агрессия какой-либо из сторон. Более того, как практика показывает международная, иногда жертвы домашнего насилия говорят, а почему мы лишены возможности участия в медиации, это тоже наше право, и мы хотели бы такую медиацию провести. Особенно часто об этом заявляют женщины. Поэтому думаю, что еще многое впереди, медиация переживает период становления. Я вас прекрасно слышу и вижу. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте еще раз. Март Александрович. Хотел бы узнать у вас, вот в России все-таки у вас имеется закон о медиации, имеется закон о банкротстве физических лиц. Не создается такое впечатление, что кредиторы, а именно банки, они попадают в такую ситуацию, что они будут будто изолированными. В каком смысле изолированными? От общества? От своей выгоды. Что они не до конца понимают, действуют вопреки собственным интересам. Вы это хотите, да? Да, я в какой-то степени согласен с вами. Это очень хороший вопрос. Хочу ответить, что часто в спорах в финансовой сфере стороны поступают контрпродуктивно. Они выбирают не самое оптимальное решение для урегулирования этого спора. Почему такое происходит? Потому что, например, руководство находится в Москве, а конфликт происходит где-то в регионе России. Даже процедурные вопросы, связанные с обращением взыскания на квартиру по ипотеке, с вынесением решения суда, заключением мирового соглашения, принимаются через головное руководство, которое не владеет ситуацией во всей полноте. Это раз. На уровне региональных отделений банков мы иногда слышим, вы знаете, мы с вами согласны, но боимся, что они, и при этом под словом «они» понимается головное руководство. Они на это не пойдут. То есть это кризис управления, с одной стороны. И, конечно же, это еще недостаточная убежденность в эффективности института медиации. Приведу вот такой пример. Конфликт был связан с выплатой вреда, причиненного здоровью пенсионера, женщина с 62-х лет, которая в результате резкого торможения троллейбуса упала на пол салона и получила сильный перелом позвоночника в двух местах. Она стала инвалидом второй группы. Выплаты, согласно закону об обязательном страховании автогражданской ответственности, составили примерно 20 тысяч долларов. Довольно большая сумма. Я горжусь тем, что нам удалось достичь досудебного соглашения относительно этой выплаты. Хотя страховая компания находилась в Санкт-Петербурге. Но когда мы предложили заключить это соглашение, а также урегулировать вопрос о взыскании пени за несвоевременную выплату страховки, страховая компания, услышав слово «медиация», наотрез отказалась вести дальнейший диалог. Все, что угодно, только не медиация. Между тем, в Санкт-Петербурге информированность об эффективности медиации гораздо лучше, чем в других городах России. Там действует Лига медиаторов России. Но вот, к сожалению, со стороны страховой компании было такое предубеждение.